Первая говорящая Чихуахуа Софи Привет! С вами снова говорящая Чихуахуа Софи из Таиланда И в сегодняшнем видео я расскажу о том, как правильно фотографировать свою собачку Эта идея мне пришла в голову после нашего конкурса на лучшее фото, результаты которого вы можете посмотреть в предыдущем видео Я думаю, эта тема будет очень полезна для вас, так как я посмотрела и многие фотографии не совсем верные Поэтому я советую вам посмотреть это видео и после этого обязательно попрактиковаться и выложить свои фотографии в группу Что-то у меня в зубе застряло Итак, неудачная фотография может очень сильно испортить представление окружающих даже об очень красивой собаке Условно все фотографии собак можно разделить на Первое, художественные фотографии, фотосессии, фотографии для журналов, красивые, такие профессиональные Второе, репортажные фотографии, например, с выставок, с различных мероприятий Третье, экстерьерные фотографии, специальные для демонстрации достоинства собаки с точки зрения породы Например, для будущего разведения, для формов, для участия где-нибудь Четвертое, фотографии из жизни или домашние фотографии По большей части я буду говорить скорее о том, как в общем правильно сфотографировать собаку в домашних условиях Это может быть и ваше художественное фото, и просто для друзей, родных, интернета или социальных сетей А можно использовать эти основные правила и для репортажных и экстерьерных съемок Но в целом все же речь пойдет о фото, которые мы делаем каждый день, когда хотим запечатлеть свою собачку на память Я рассмотрю ошибки, встречаемые при фотографировании собак и дам несколько советов Итак, что влияет на хорошее фото? Первое, опрятный вид вашей собачки Второе, умение собаки вести себя перед камерой Третье, окружающий мир, свет, фон и так далее Четвертое, правильный ракурс А теперь пройдемся по каждому пункту подробнее А, погоди, что-то я все отлежала Правило номер один, внешний вид собачки Осмотрите собачку перед съемкой, вытрите глазки, причешите шерсть, смахните природный мусор, если есть На фото все эти нюансы будут заметны, создавая неопрятное впечатление Правило два, дрессировка и терпение Без дрессировки никуда, собака должна знать хотя бы простые команды, стоять, сидеть, ждать Иначе она будет постоянно вертеться и никаких снимков не получится Хотя часто снимки могут быть хорошие и без дрессировки, просто нужно уметь ловить момент и делать правильный кадр Но дрессировка и постоянная практика вам облегчат жизнь Терпение Как только вы начинаете крутиться вокруг собаки с фотоаппаратом, она сначала расценивает это как игру Не старайтесь добиться хороших кадров сразу, собака еще не настроена Подождите немного, она привыкнет и когда потеряет интерес, можете начинать Иногда фотографы начинают сами или с чьей-то помощью усаживать или ставить собаку так, как им бы хотелось Но в результате собака на снимках выглядит неестественно и вымучено Поэтому тренируйтесь и терпите Правило третье, свет и фон В данном пункте я не стану рассказывать теорию фотографии, почему что-то хорошо, а что-то нет Я просто скажу советы, используя которые вам будет проще сделать хороший снимок Первое, если речь идет об улице, то облака лучше солнца Фотографирование при ярком солнечном свете требует мастерства При профессиональном фотографировании можно добиться хороших результатов Но я говорю об обычных владельцах собак, которые хотят сделать удачные фото своих любимцев И так на солнце не снимаем А в солнечную погоду ищем тень, которая будет закрывать и вас, и собачку полностью Потому что иначе снимок будет испорчен яркими пятнами или тенями Лучше всего снимать в облачную, но не дождливую погоду Второе, и дома, и на улице источник освещения должен находиться За спиной фотографа, то есть за вашей спиной Ни в коем случае не снимайте собаку против света Конечно, если это не делается специально Третье, собака должна быть освещена равномерно Следите, чтобы на нее не попала тень от предмета Следите, чтобы в кадр не попала ваша собственная тень Четвертое, старайтесь избегать использования вспышки Если вы не делаете профессиональные фото, старайтесь словить питомца в кадре Когда он находится возле источника света Или когда естественного света достаточно Пятое, обязательно при съемке удивите внимание заднему плану или фону Большинство любительских снимков сильно грешат Как всяким захламленным фоном, мешающим восприятию главного Собаки Следите, чтобы в кадр не попали посторонние предметы Слишком много мебели, хозяйственных вещей и, конечно же, мусор Если это, к примеру, природа Шестое Кроме захламления фона, нужно и подобрать правильный, хороший фон Остерегайтесь разномастного, ребящего фона Хороший фон, это достаточно размытый, однородный Без ярких или контрастных пятен Он не должен отвлекать внимание Не должен сливаться с собакой Большой ошибкой будет снимать, например, темную собаку на темном фоне Она непременно с ним сольется Для темных собак нужны светлые фоны И наоборот Фон должен быть как можно более однородным Четвертый Правильный ракурс Ну вот теперь, когда мы научились более-менее вести себя перед камерой Привели себя в порядок, выбрали хороший фон Учли расположение освещения или солнца Можно приступать к самому важному Какой выбрать ракурс и как? Как? Чё-то не то сказала Вот основные правила Не фотографируйте приблизивших к собаке вплотную Снимки, сделанные из чересчур близкого расстояния Искажают размеры собаки Части тела, расположенные ближе к фотографу, становятся непропорционально большими Оптимальное расстояние для съемки 2-4 метра Если вы специально, конечно, решили сделать смешной снимок, то этот вариант допустим Фотографируйте на уровне собаки Новички очень любят делать снимки сверху Но это неправильно передает пропорции Поэтому если вы не задумали что-то специально А хотите просто хороший кадр Снимайте на уровне с собакой Не ленитесь присесть или прилечь Иногда еще снимки делает снизу Опять же, если это не художественная задумка То так собаку снимать нельзя Она кажется крупнее и больше Существует множество не очень симпатичных ракурсов Которые портят вашу собачку Поэтому старайтесь их избегать Иногда, конечно, не всегда это получается И мои двуноги часто делают снимки ради ситуации, а не ради красоты фото Но если вы хотите, чтобы ваша собака выглядела на вашей фотографии достойно А не просто фото ради фото То соблюдайте правила Не обрезайте собаке лапы, уши, хвост на фотографиях Лучше захватите больше фона в кадр Лишнее можно обрезать потом На любой фотографии, где собака смотрит не в кадр Всегда оставляйте запас пространства в направлении ее взгляда Иначе будет ощущение, что она смотрит в пустоту Еще больше простора перед собакой нужно оставлять при ее съемке в движении Не снимайте собаку слишком издалека Иначе она будет казаться маленьким пятнышком на вашей фотографии Это общие правила, которые помогут вам сделать любые снимки вашей собачки лучше В художественной съемке допустимы различные подходы Все зависит от вашей фантазии и профессионализма В репортаже главное передать ситуацию Не забывая о ранее сказанных пунктах Экстерьерная фотография это вообще отдельная тема Здесь главное показать преимущество собаки Я не участвую в выставках и не собираюсь рожать щенков Но знаю, что экстерьерные фотографии лучше всего делать в полный рост на уровне собаки В профиль или слегка под углом вправо-влево И главное знать все особенности породы, чтобы их правильно продемонстрировать Итак, теперь вы знаете основы и можете стараться делать ваши фото лучше с каждым днем Спасибо за внимание, попробуйте попрактиковаться И поделитесь своими результатами в моей группе С вами была говорящая Чихуахуа Софи Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте И будет вам счастье, пока-пока А мне грустно, я не умею фотографировать собак Эйвен, ты сам собака, тебе не надо их уметь фотографировать О, боже! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok